Всем привет! Меня зовут Ерофим Ивановна. Я поддерживаю политическое движение «Глобальная волна». Эфир! 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 И в 2024 году планирую выставить свою кандидатуру на выборах президента Российской Федерации. И о чем эта лекция? Конечно же, о новой физике. Как говорит товарищ Лопота, электромагнетизм, как говорит Тимур Булатов, это эфир! Эфир! Возникло это решение у меня после знакомства с Ярославом Старохином и лидером движения «Глобальная волна». Смысл моего выдвижения в президента Российской Федерации – призвать к осознанности каждого гражданина Российской Федерации к активной политической позиции. Приходите сюда, к зданию Российской Академии Наук, включайте телефоны и вот так вот «Эфир!» Лишь и появится в нашей жизни эфир, дорогие друзья! На сегодняшний день мир столкнулся с тем, что изобретено множество прорывных технологий, которые открывают блага человечеству, такие как «Бестопливная энергетика», «Эффективное излечение организма» и множество других, которые обозначены в программе «Глобальной волны». Но их невозможно внедрить из-за низкого уровня нравственности человечества, и внедрение этих технологий приведет к кризису по всем отраслям, да, и безработица возникнет, и экономический, политический кризис будет. Для того, чтобы создать благодатную почву для внедрения новых технологий, необходимо, чтобы каждый гражданин по месту начал уже активно изучать, да, возможности смены общественного, политического, социального режима, к чему это приведет, и чем он может быть полезен для того, чтобы начать пользоваться всеми благами. — И непонятно, кто заказчик? — Заказчик небесконцелярия. Я себя под лейдом чищу, чтобы плыть в революцию дальше, а я себя под небом чищу, понимаешь? Вот, заказчик небесконцелярия. Еще раз, я по этой говорю, в администрации президента там нету заказчика. Там вообще этого, понимаешь ли, нового, небывалого, в будущем нету. Там, понимаешь ли, бессмертный полк, это панихида, марш мертвых, марш мертвых, а не демонстрацию трудащицу за светлое будущее человечество. Где? Нету! Нету, друг мой! Заказчика нету! Нету! И цель, да, моего выдвижения — это формирование инициативной группы. Она будет в количестве 500 человек, инициативных, активных политически, которые уже задумаются об этом, да, изучат все возможности, да, они уже описаны в программе глобальной волны, и начнут действовать. Нужно готовиться и вести культурную революцию, культурную революцию, и побеждать не в веручении, и не в идеологии, а в этике. И это этика совести и чистого сердца. Ну где 40-летний-то? Наполеон — 40 лет. Ленин — 40 лет. Гитлер — 40 лет. Где 40-летний? Путину — 70 лет. Мне 70 лет. Ну чего вы от нас хотите отстаться? Загасили на площадке школу здравого смысла. Загасили на площадке здравого смысла. Вот мне было 40 лет, я пришел снова на уши парадигмой. Вот что вы сказали? Вот Старухин кандидат. Ха-ха-ха. Подожди, подожди. Ты что, Наполеон, что ли? Ты посмотри в зеркало, если ты. Я понял. Вот и нет 40-летних. Ну, друзья мои, должен быть 40-летний. Наполеон? Нет, ну должен. Ленин, нам нужен новый леон. Нет, пришел Старухин. А вы Наполеона ждете. Нам нужен новый леон. Я понял. А вы Гитлера ждете. Наполеона. Придет, нет. А пришел Старухин. Подожди, Старухин пришел, все замечательно. А сейчас придет Гитлер. Придет Гитлер. Придет, вот поймите меня правильно, и это законное раздание. Придет просвещенный диктат-то. Придет просвещенный диктат-то. Таким образом, подготавливая благодатную почву для внедрения всех новых технологий, которые дадут нам возможность жить в районе. Придет просвещенный диктат-то. И на наших глазах придет. Ну что, дорогие друзья, пока общение с аудиторией. А мы пойдем к женскому образу. К женскому образу. Диктатор захотел. Глобальная волна есть, это научная диктатура. Научный коммунизм, дорогие друзья, если вы хотите. Вот женщина, которая ожидает прихода изобилия, рая. Да только мужчины не в состоянии услышать про рай. Будут рассказывать про свои концептуальные подходы, а женщины откликаются. Слово рай переделали на счастливый мир глазами женщины. Смотрите в интернете, дорогие друзья. Пока. Стоп. Снято. Субтитры сделал DimaTorzok